Дамы и господа, всех приветствую. Давайте распакуем очередную посылку. Заказ я делал на GearBest. Итак, первое, что меня встречает, это карта памяти на 256 гигабайт. Это у нас должен быть UHS-3. Распакую ее сегодня, протестирую, покажу результаты скорости. Почему решил заказать именно такую? Ну, у меня было очень много всяких карт, в том числе и на 128 гигабайт, и так далее, от Mix, от SanDisk, от Samsung и много-много разных брендов. И решил попробовать вот этот Alphavise. Купил на 32 гигабайта карточку за смешные там 3 с чем-то доллара. При этом она оказала на меня просто отличные впечатления. То есть она по характеристикам не уступает именитым брендам, а даже иногда их и переплевывает в плане вот характеристик по записи, скорости записи. Поэтому эту я протестирую. Покупал эту карточку, если она мне понравится, то я установлю ее в свой новый Samsung Galaxy S8. Вот так вот он выглядит. Он поддерживает карточки, по-моему, до 512 гигов. Мне столько много не надо, но по работе мне нужно очень много памяти. Там внутри 64 и решил установить на 256. Так, следующий товар. Это у нас от суббренда компании Xiaomi, который они активно продвигают и спонсируют. Вот VH. Под этим брендом они делали вентиляторы знаменитые, которые у меня были также на канале. И вот у них вышла вот такая новинка. Это специальная кружка. И кружка эта отличается тем, что она подогревается с помощью специальной такой площадки. Эта же площадка является еще и беспроводной зарядкой. Ну что ж, интересно. Мне тоже интересно. Давайте посмотрим на первые характеристики. 12 вольт, 2 ампера нужно для того, чтобы эта штука работала. 140 грамм весит. 250 миллилитров это, скорее всего, вместимость кружки. И, судя по всему, 55 градусов Цельсия. Это температура жидкости внутри кружки. Есть возможность проверить на оригинальность. Для этого нужно отделить защитный слой и отсканировать QR-код. Насколько я знаю, они есть в нескольких вариантах цветовых. Честно говоря, пришло все какое-то вот такое залепленное. Что это такое? Насколько я знаю, как я уже говорил, есть разные расцветки. Есть кофейная, есть серая. Сертификация. Здесь, опять-таки, дублируются все характеристики. И рассказано, как все дело должно работать. Ну, понятное дело, что пока кружка стоит, то она будет, скорее всего, подогреваться. Может быть, подробнее я, конечно, расскажу, когда ознакомлюсь с этим девайсом. Здесь идет плоский кабель, то есть он не будет болтаться и будет красиво, органично смотреться на вашей рабочей поверхности. Вот так вот выглядит сама станция. Название технологий, которое используется, выдает 20-24 ватта. То есть эта штука, скорее всего, поддерживает Quick Charge 3.0 беспроводную зарядку, но не факт. Пока ничего не говорю. Ладушки, будем узнавать, будем тестировать и все расскажу уже в подробном обзоре. По ощущениям, конечно, эта штука очень приятная. То есть это у нас как будто бы камень. Всегда это пластик, но сделан он очень красиво, очень приятно. Здесь у нас такие волны, то есть видно, что это беспроводная зарядка. Есть, скорее всего, светодиодная подсветка. И здесь это, конечно, металл. Холодит руку. Ну, здорово. Сама она довольно тяжелая, увесистая. То есть она не будет скользить. Это здорово. Кружка непростая. Она имеет еще и крышку. Посмотрите, вот так вот выглядит кружка. Очень симпатично, как вы считаете? Я думаю, что очень симпатично выглядит. Удобная ручка. Вот когда держишь одним пальцем, таким вот образом, очень удобно. Посмотрите, увесистая так, четко. Она очень увесистая. Она весит, ну, на вскидку грамм, наверное, 200, может быть, 150. Здесь у нас в дне встроен специальный приемник. И сразу он идет в обогреватель. Также в комплекте идет вот такой вот адаптер. Вот сейчас мы все и узнаем из этого адаптера. Значит, 12 вольт, 2 ампера, выходное напряжение и выходной ток. Ну, что ж, у него только китайская вилка, поэтому вам придется использовать переходник. У меня дело в том, что проблем с этой штуковиной не будет, потому что я использую удлинители от Xiaomi и там. Собственно говоря, все вот такие вот розетки универсальные. Туда и китайскую можно, и европейскую вилку. Совершенно не важно. Ну, и вот таким вот образом выглядит крышка. И интересно, что сюда можно на крышку еще что-то ставить. Мне нравится, что я вижу. Очень симпатично выглядит. И видно, что сделано очень добротно. Вот посмотрите на толщину стенок. Да, здесь и здесь. То есть, это не дешевка. Уже сегодня все протестирую. Покажу, как оно работает. А третий девайс, это у нас вот такой вот термос. От компании Xiaomi. Кто не в курсе, у Xiaomi есть суббренд, который называется KissKissFish. И вот так вот выглядит их логотип. Запомните, потому что под этим брендом они делают очень много интересной продукции. Это новый термос на 475 мл. И вот так вот выглядит упаковка. Термос имеет несколько расцветок. Естественно, на GearBest на него одна из самых интересных цен. Поэтому можно туда посмотреть перед тем, как заказывать. Потому что я, например, искал в разных магазинах. В том числе на Алиэкспрессе. И цены были очень-очень недемократичные. Термос интересен тем, что у него очень прочный металлический корпус. Вот, посмотрите, как он выглядит. Это, в принципе, тот же Viomi. Но уже в новом форм-факторе. И с очень хорошими также характеристиками. Посмотрите, то есть краска у нас покрывает полностью корпус, кроме места, где идет логотип. Очень круто выглядит. Модельный ряд и сколько миллилитров. Открывается у нас просто откручиванием. И это вакуумник. То есть он будет держать тепло очень хорошо. Здесь установлена хорошая крышка. Энергоэффективная. Здесь, что мне понравилось, это что используется тоже металл по возможности. То есть вот это металл. Крышка металлическая. Это термос, который, ну ты как бы не боишься, да, что ты его там повредишь или еще что-либо произойдет. Потому что я, например, пользуюсь на постоянной основе вот таким вот Viomi. И, ну он, посмотрите, в каком состоянии, да, он весь побитый, покоцанный. Он столько раз падал и он до сих пор работает. То есть это действительно продукт, который будет работать, я не знаю, еще сколько лет он у меня будет работать. Потому что он пережил уже очень многое. Побывал в разных странах со мной. И пока что меня не разочаровал. Еще дополнительно я заказывал на распродаже вот такой вот термос от Xiaomi. Это уже их не суббренд. То есть они сделали это под основным брендом. Так, ну и первый тест этой карточки будет стандартным. Я просто вставлю ее в телефон, посмотрю, как она определится. Никаких претензий у меня к ней нет. Никаких проблем я пока с ней не вижу. Печать отличная. Ну и, чтобы вы понимали, такая карточка стоит недешево. 256 гигов, во-первых. Во-вторых, не в каждом бренде ее можно найти. Сэкономить, если купив, например, вот такую карточку, можно около 15 долларов. Поэтому, естественно, тут уже на свой страх и риск. Вот так вот она выглядит. Она туда так плотно вставляется. Не болтается, как у Xiaomi, например, это происходит. Вот он определил, что карточка вставлена. Из 256 у нас заступно 238. Ну, в любом случае, это очень хороший результат. Практически 240 гигов. При таком большом объеме это неплохо, что ушло не так много на разметку, скажем так. Вот есть файл на 600 мегабайт, 604 мегабайта. Давайте попробуем его скинуть. Готово. Ну и можете посмотреть на скорость передачи. Она просто изумительная. Вот 600 мегабайт. Брррр. Готово. Очень быстро. Так, ну и для теста буду использовать вот такой вот переходничок от Ugreen. Уже моим подписчикам знакомый. Это мой рабочий инструмент, который показывает отличные результаты по скорости. Вот он, Untitled. Вот тот файл на 600 мегабайт, который я скидывал. Open. Ну что ж, проверяем. Скорость записи у нас 24 мегабайта в секунду. Это маловато. Должно быть не меньше 30. Ну да, скорость чтения здесь отменная. Давайте попробуем форматнуть эту карту. Назовем ее S8+. Чтобы видно было, что это у нас не просто карточка, а карточка с моего телефона. Готово. Вот она S8+. Никаких данных на ней нет уже. И выбираем файл на 512 мегабайт. Старт. О, посмотрите. Сейчас скорость уже поинтересней. Вот теперь результат мне больше нравится. Следовательно, эту карточку нужно было форматнуть. Да, скорость выше 30. Следовательно, она соответствует скорости U3. Потому что U3 это минимум 30, насколько я помню. Файл 256. И проверим еще раз. Да, видно, что скорость у нас высокая. Никаких проблем я не вижу. То есть, следовательно, нужно было карточку форматнуть. Может быть, нужно было бы ее форматнуть в самом смартфоне. Я уж точно не знаю. Давайте выберем Geek и еще раз проведем тест. Ну что ж, давайте проведем еще один такой же тест. Возьмем файл на 600 мегабайт. Ну и дополнительно, давайте еще возьмем на 400, да, там 420. Чтобы был Geek. И копируем. И вставляем в карту памяти. Копируем. Вот и все. Вот и передан целый Geek буквально за считанные секунды. Как вы считаете, хороший результат или нет? Стоит ли брать данную карточку? Напишите об этом в комментариях. От себя могу сказать, что пока что меня все устраивает. Сейчас буду с ней работать. И в течение месяца-двух составлю о ней впечатление. Расскажу об этом впечатлении на втором канале. Обязательно туда подпишитесь. Кто еще не в курсе, я всегда выкладываю опыт. Использование на второй канал. Итак, первый тест. Прошло где-то 10 секунд. Может быть 15. Я поставил кружку на, собственно говоря, площадку. И она уже горячая. Поэтому я ее убираю. И видно, что ток 1,8 А примерно при 12 Вольтах нужен для того, чтобы эту кружку запитать. Следующий тест я поставлю вот такой вот Samsung Galaxy S8. Который поддерживает быструю зарядку беспроводную. Давайте попробуем. Вы услышали этот прекрасный звук о том, что пошла зарядка. Беспроводная зарядка. Да, быстрая беспроводная зарядка, он пишет. То есть, этот смартфон поддерживает сейчас 12 Вольтовую зарядку. И, естественно, передается это все дело вообще без каких-либо проблем. И мы видим это по показаниям данного тестера. Ну и чтобы не быть голословным, мы видим, что здесь написано. Быстрая беспроводная зарядка. Тэн-тэн-тэн. Осталось столько-то. Конечно же, убираем. Он пишет, что беспроводная зарядка приостановлена. Все, пожалуйста, зарядка пошла. Несколько миллиметров он еще держит заряд. Слушайте, это держит. Вот, пожалуйста, смартфон не касается зарядки и заряд идет. То есть, эта штука очень мощная. Ну и теперь давайте посмотрим, как он будет заряжать, если смартфон в каком положении оставлять. Да, то есть, он любит, чтобы смартфон был прямо по центру. Он не любит, чтобы он был на краю. Вот приостановлен. Старайтесь поставить его по центру. Чуть сюда, чуть сюда не проблема. Главное, чтобы он не был вот так вот. И уж тем более вот так. В остальном он будет у вас заряжаться плюс-минус, как бы вы не поставили. Это здорово. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Ну что ж, дамы и господа, теперь подведем небольшой итог. При вскрытии температура оказалась около 50 градусов. Причем как здесь, так и здесь. Температура жидкости, которая находится внутри, она остается горячей. То есть, 45 градусов это не теплое и не еле теплое. Это действительно горячая температура. Кто-то пьет при температуре 50-55 градусов Цельсия. Ну, кто-то пьет чуть пониже, например. Он не любит такую горячую температуру. То есть, я считаю, что в результате эти термосы показали себя отлично. Спасибо всем за внимание. Делайте свои выводы. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Всем хорошего настроения. И пока.